здравствуйте сегодня хочу рассказать о пустых баночках января их собралось довольно много начнем с туши от Maybelline Lush Sensation верный объем ну как вы знаете это прямо хит ютуба всем очень нравится но как по мне тушь она неплохая ничего плохого не могу про нее сказать но есть некоторые нюансы ее нужно раскрашивать точнее не раскрашивать а где-то недели две с ней повозиться потому что изначально она очень много продукта набирает на свою кисточку и это доставляет какие-то неудобства я не скажу что она не дает объем она дает объем она шикарная она смывается в принципе нормально мицелляркой но не знаю были туши получше может быть я все-таки больше люблю не силиконовые вот такие вот щеточки а больше как бы ворсинистые не могу сказать что это мой must-have вот честно покупать ее снова я бы не хотела если она где-то попадется в какой-то коробочке мне буду использовать следующий продукт это де макияж от космисти он притом был в кремовой форме попался в коробочке красоты love nature он в принципе деликатно удавлял макияж но я его использовала только для де макияжа своего лица вообще я использую пудры когда очень тепло вот сейчас когда зимний период я использую такие более-менее натуральные биби крема или какие-то полупрозрачные тональные средства с органическим составом но вот этот меня очень сильно удивил он хорошо как бы вот так кстати консистенция его он довольно неплохо удалял макияж но я не скажу что я использую макияж очень стойкий но с этим макияжем он справлялся и в принципе не посушивал кожу у меня не было желания прямо сразу после него умываться довольно хорошо использовать его именно в тот момент когда начинается отопительный сезон а так больше подойдет для де макияжа именно для сухой кожи вот тогда можно его целый год использовать но у меня комбинированная кожа и мне вот неплохо он пошел именно в начало октября и до конца года довольно экономный на ватку наносишь не очень много он разносится и в принципе собирает макияж и загрязнения которые у вас на коже были но неплохой вариант но скорее всего не повторю поскольку это все-таки не для моей кожи следующий продукт это мицеллярная вода тоже де макияж от гарнир всем известная большой объем 400 мл она как бы водичкой отличный вариант хорошо очищает кожу но больше я его использую для де макияжа области вокруг глаз но рекомендую его конечно обязательно смывать водой и все-таки эта мицеллярка чуть подсушивает кожу вокруг глаз и нужно обязательно наносить какое-то питательное средство после его использования на ночь но вообще довольно большой объем возможно я буду искать чуть меньшим объем и поскольку очень надоело использовать если честно но со своей задачей справлялась на отлично следующий продукт это продукт от кадали divine oil это их божественное масло body face and hair ну не знаю мне запах в принципе понравился неплохой но для лица его не использую поскольку оно довольно жирное кожи тела я тоже не использую такие средства но они меня вот это вот алика пошла на волосы но тут 15 мл и ну не знаю слишком получается дорого на волосы использовать именно это масло не помню где она у меня появилась по моему из какой-то коробочки но я его использовала но без фанатизма не знаю за такую цену как бы можно отмешать свои масла и получить тоже довольно неплохую смесь для ухода за волосами а может быть даже и для тела но очень красивая упаковка она стеклянная полностью но за свою стоимость я точно не повторю следующий продукт это у нас кондиционер от терринс если правильно назвала с розой вообще с розой я не очень люблю запахи но этот мне понравился он осталось на волосах и в принципе мне очень понравился эффект от этого кондиционера но могу сказать то что когда он стоит в ванной то под конец уже вот когда оставалось где-то вот здесь вот его то он чуть-чуть изменил свой запах то есть в принципе это более-менее натуральный состав имеет это средство и он как бы не такой стабильный как эти все химозные средства и поэтому его нужно как бы быстро добивать я конечно не уверена что 200 миллилитров быстро получится именно полноразмера этого средства быстро добить но это мне очень понравилось это средство возможно как бы даже может быть и повторю его но пока есть чем пользоваться и у него как бы расход не очень большой был у него какая-то такая кремовая структура не знаю будет ли видно конечно ну кремовое оно такое и его не очень много нужно и она очень хорошо разносится по волосам то есть отличный вариант может быть для того чтобы перейти с химозных кондиционеров на более натуральный это хороший вариант но как бы волосы прочесывались в принципе неплохо после него и запах очень классный на волосах оставался следующий продукт это продукт одушка тоже попался в love nature коробочей красоты это гель скраб для умывания но если честно я его использовала для тела как бы для лица я попробовала но мне не очень понравились эти скрабирующие частички но для тела очень неплохо и то что радовало что не нужно было добавлять какой-то гель для душа поскольку вот эта вязкая структура как вы видите она такая гелеобразная и она сама по себе пенилась и это было очень прикольно то есть скрабировать тело неплохо было но если честно я не фанат вот такого вот средства стиль у них неплохой все продумано вот так она выглядит такая вот есть как бы вкладыш небольшой но не повторю это точно попалась мне в коробочке красоты нужно было использовать поскольку ну как бы внутренний хомяк хочет до конца все добить чтобы нет ничего не пропало все-таки за это заплачено были деньги следующий продукт это вот такие вот палочки для проблемной кожи 24 штучки они с с этой салициловой кислотой помогают для проблемной кожи то есть как нужно использовать они вот такое вот где-то ну как нарисовано нужно просто отломать вверх и то что вот здесь вот в составе оно опускается вниз и как бы эта ватка смачивается ватный тампончик и вы просто этой палочкой проводите по вашему от высыпания я использовала как тут написано два-три раза в день когда у меня высыпали какие-то прыщики не помогало но не полностью но как бы вылечивает но покраснение уменьшается и как бы прыщ быстрее проходит и я не люблю давить прыщи потому что потом начинается какое-то воспаление и потом это сходит это ямочка это не всегда хорошо а вот это вот отличный вариант наш производитель не очень дорогое там в районе по-моему меньше двух долларов стоит вот как раз на период после такого цикла до женского отличный вариант или перед ним когда высыпания еще больше возникают следующий продукт это вот такое вот мыло от корес с гранатом это я покупала для мужа тут довольно увесистая упаковочка по-моему 125 грамм полоснатуральный компонент и хорошо мылилась он любит больше использовать все-таки мыло для промывания тела ему понравилось хороший такой ненавязчивый аромат натуральный состав ну что еще нужно и как бы всем нашумевшая вот такая вот зумная паста от maris с запахом корицы ну не знаю все ее хвалят я не говорю что она плохая но как бы прочищает в принципе неплохо но учитывая сколько она стоит то не знаю можно найти аналоги на нашем рынке и подешевле и с такими же свойствами да упаковка очень стильная такая вот я бы сказала даже инстаграмная фоточная да все таки я за то чтобы как-то пытаться найти более бюджетные средства для ухода за собой чем тратиться на такие распиаренные пасты в принципе это все что у меня закончилось интересуюсь что то вы из этого пробовали совпадает ли наше мнение спасибо большое подписывайтесь на мой канал и всем удачи пока